А у меня для вас плохие новости. YouTube совсем оборзел и он нам перекрывает кислород по полной. Теперь мы можем зарабатывать на монетизации через Google AdSense. Аж от 10 тысяч просмотров на канале. Об этом более детально я вам расскажу сейчас. С вами на связи Фокин Евгений. Давайте порассуждаем, почему же все-таки новость вот эта от YouTube, да и новые правила, слишком плачевная. Дело в том, что большинство людей на YouTube приходит. У нас это примерно, наверное, большая часть того, чтобы зарабатывать на монетизации видео. То есть очень многие люди узнают, что на YouTube можно зарабатывать на просмотрах и пытаются здесь заработать. В основном это категория школьников, у которых, допустим, нет бизнес-мышления и они хотят себя попробовать. Но зачастую, если взять 100 человек, к примеру, от силы 2-3 человека действительно добиваются каких-то здесь доходов и каких-то здесь результатов. Потому что большинство думают, что здесь халява. Я сейчас залью 10-20 роликов и мне бабло покапает. А на самом деле это не так. Люди разочаровываются и уходят. И достигают результата единицы. До этого, когда у нас этих правил не было, да, человек мог прийти, записать 2 ролика, даже 1 поставить монетизацию и уже получать хоть какие-то копейки. Уже хотя бы была какая-то мотивация. Ну, а теперь уже не будет такой мотивации, которая могла была быть при ранших условиях. Потому что человеку нужно собрать аж целых 10 тысяч просмотров. И зачастую, мне кажется, сможет это сделать. Теперь, возможно, не такое большое количество людей будет приходить сюда именно для заработка, монетизации. Но есть и другая сторона медали. На YouTube очень много и других способов заработка. Но дело в том, что большинство людей не хочет развиваться и не хочет приобретать бизнес-мышление. Вот те, у кого есть бизнес-мышление, они могут YouTube использовать по-другому. Я, например, использую YouTube продажей своих услуг и продуктов. Также продвигаю себя. Это приносит гораздо больше. А мой канал приносил мне от силы 5 долларов. 3-5 долларов в месяц. Но это копейки. Я на услугу зарабатываю в десятки раз больше. И плюс у меня YouTube забанил монетизацию. Я, в принципе, особо даже и не парюсь по этому поводу. Также те люди, которые занимались заработком на неавторском контенте, теперь тоже, сказать, пострадали. И теперь все стало сложнее для этих людей. Потому что теперь люди могли сразу заливать ролики, да, и зарабатывать на них хоть как-никак. А теперь нужно ждать аж 110 тысяч просмотров. Плюс YouTube еще после того, как вы соберете эти 10 просмотров, проверит, насколько ваш канал соответствует их политике. Если там будет какой-то трэшлик, какая-то политика, или что-нибудь подобное, то ваш канал не смогут монетизировать. То есть вам откажут. И вам придется ждать еще целый месяц, чтобы подать новую заявку. И плюс вам придется еще устранять те проблемы, которые они укажут в заявке. Также давайте напомним, почему вообще велись вот эти новые правила. Дело в том, что крупные рекламодатели обнаружили, что их реклама транслируется, показывается на трэшовых роликах. Различная политика, там различные всякие трэш, который их имидж, компания, их бренда усугубляет. И в связи с этим они отказались работать с YouTube. Или же сказали YouTube решить проблему с данным вопросом. И YouTube, конечно же, начал очень много чистить каналов, банить каналов и после этого начал предпринимать какие-то действия. И вот вследствие этих действий на данный момент они решили сделать так, что монетизироваться могут каналы теперь только 10 тысяч просмотров. Но теперь давайте перейдем к новым правилам и посмотрим, когда они вступили в действие, что да как у нас по этому поводу. Вот я зашел на один из своих каналах, в раздел статус и функции. Вот видите, монетизация не включена. Я сейчас нажму включить. Сейчас это довольно-таки новый канал, который еще не соответствует правилам новым. Нажму включить. Как видите, меня перекидывают вот на такую страницу. В вашем аккаунте монетизация не включена. Вы можете подать заявку в любое время, но на вашем канале должно быть не менее 10 тысяч просмотров. Вот оно, новое правило. И вот здесь вот есть три шага, которые нужно будет сделать. Первое, как подать заявку. Первое, согласиться с условием. Что я сделаю? То есть здесь нажимаете, да, согласиться. И так же ставите галочки, читаете условия, как раньше соглашайтесь. Второе, вы должны создать аккаунт AdSense и связать свой канал YouTube с этим аккаунтом, чтобы получать деньги. У меня он уже есть, но я пока еще здесь не начинал связывать. И не сделал эту процедуру. И вот третье, дождитесь рассмотрения заявки. YouTube проверит ваш канал на условия партнерской программы, принципов сообщества. И проверка может занимать аж до целой недели. То есть они проверят, если ваш контент нормальный, то да. А если нет, то вам откажут. Так что сейчас все намного серьезнее, чем было раньше. И еще не факт, что они вам ответят через неделю. Сейчас, если очень много будет заявок, и вот это вот все пойдет. Новый канал, и придется, возможно, ждать еще дольше. Так, давайте теперь сейчас узнаем подробнее. Про все эти условия. Когда они вступили, что и как. И так заходим. Вот читаем про партнерскую программу YouTube. С 18 апреля 2017 года изменились требования к участию в партнерской программе. И вот подробности здесь расписываются. Кто может подать заявку на участие. И вот здесь вот написано, что канал должен иметь не менее 10 тысяч просмотров. Что у нас идет дальше? Вот 10 тысяч просмотров. И тут даже они пишут, что помните, что число просмотров это сейчас решающий, точнее это главный критерий на сегодняшний день. То есть канал будет оценивать именно по 10 тысяч просмотров. И они могут проанализировать уже после 10 тысяч просмотров, насколько ваш канал годный для монетизации. И вот здесь вы потом подаете заявку. Они, когда набираются просмотров, проверяют у вас на качество вашего контента. И тут обратите внимание, что проверка длится до нескольких недель. Представьте, вам могут даже и месяц не подтверждать заявку. Помимо того, что вы будете 10 тысяч просмотров еще долго набирать. То есть жизнь усложняется на YouTube у нас. И вот если мы, если они принимают заявку, то можем монетизировать ролик. Если вот заявка отклонена, то он тут пишет, что ничего страшного, нужно будет устранить все нарушения и продолжать заливать ливки видео. Но подать заявку вы сможете повторно через месяц. Представьте. Смотрите, вот еще одна интересная деталь. С 6 апреля 2017 года на каналах, набравших менее 10 тысяч просмотров, нельзя будет добавлять рекламу видео. Я так понимаю, если у вас уже была включена монетизация и канал был создан ранее, чем уступили новые условия, то при добавлении новых роликов походу вы их не сможете монетизировать и добавлять в них рекламу. Так что вот такие у нас на сегодняшний день печальные новости. Поэтому с одной стороны, это плохие новости. То, что большинство людей, еще раз говорю, теперь будет отсеиваться и у них точно не будет достаточно мотивации. Они придут, скажут, ну, 10 тысяч просмотров, это не каждый сможет набрать. По 2-3 ролика будут заливать и сливаться. И мотивации никакой, так как заработать вообще никак пока 10 тысяч просмотров. Но с другой стороны, на YouTube есть много других способов заработать. и их нужно тоже использовать. И на YouTube возможности безграничны. Нужно понимать, что альтернативы для YouTube нет. Здесь только соглашаться с ихними условиями и играть по новым правилам. Другого варианта нет. И других таких платформ нет. И даже конкурентов у YouTube нет. Поэтому здесь как бы как-то так в общем. Ну, а с вами на связи был Фокин Евгений. Если вам понравилось данное видео, ставим лайк. Пишите также в комментариях свое мнение, что вы думаете по поводу вот этого ношества. Понравилось оно вам или нет. Делитесь также данным видео с вашими друзьями. Оно будет им полезно. Возможно, они не в курсе данных, новых правил YouTube. В общем, всем пока и до новых видео уроков.